В 23-й раз на рыночной площади состоялся конкурс на самую большую и красивую тыкву. Несмотря на прохладное субботнее утро с температурой всего 4 градуса, это не остановило преданных участников. Уже с первыми лучами солнца на рынок стали прибывать энтузиасты из усмы, попы, угалы, пуза и других окрестностей, привозя свои гигантские дары природы. Благодаря их организованности и активности, конкурс взвешивания начался даже раньше запланированного времени. Самый тяжелый в этом году 56,5 килограммов, так что рекорд веса в этом году не достигнут. В прошлом году была тыква весом 70 килограммов. Это все один и тот же огородник из угала Янис, настоящее латышское имя. Он назвал свою большую тыкву Тукла Руде. Это не сорт тыквы, это просто его выдуманное название. Я читал про тыквы и выяснил, что вес обычной тыквы от 5 до 70 килограммов. Это те, которые растут у нас, а латвийский рекорд в этом году составил 433 килограмма. На этой неделе это событие отметят в Риге. Это рекорд этого года, но ранее были и более тяжелые тыквы. Победителем конкурса стал Янис из Угала, чья тыква весила 56 килограммов 650 граммов. Это уже второй раз, когда он участвует в соревнованиях. И второй год подряд его тыква оказывается самой тяжелой. В прошлом году его рекорд составил 70 килограммов. Главное – выращивать с любовью. Но если честно, то ничего особенного я не делал. Важно купить правильные семена в правильном питомнике и выращивать в компосте в укромном месте, где не дует ветер. Вот и все. Вы специально выращивали тыкву для конкурса, или просто у вас выросла большая тыква, и вы решили поучаствовать? Мы выращивали специально для конкурса. Это уже стало нашей семейной традицией. Для нас это целый праздник. Обладателем второго места стал Эдгар Сиспузе, который привез на конкурс сразу три тыквы. Самая тяжелая из них весила 48 килограммов и 700 граммов. Как и Янис, Эдгар участвует в соревнованиях второй год подряд и снова завоевывает почетное второе место. Свои три тыквы он пообещал подарить школам, чтобы порадовать детей и поделиться осенним настроением. Три тыквы выросли в моем деревенском доме в Пузо. Они росли просто в компосте, без какого-либо профессионального подхода. Надо было их просто поливать. Нужна правильная почва, своевременный полив и правильные семена. А поговорить с растением? Конечно, безусловно. Каждое утро надо идти и поздороваться, а вечером надо пожелать спокойной ночи. Я это делаю вместе со своей собакой Графом, и у нас с ним все получилось. Приз за самую красивую тыкву, выбранную путем зрительского голосования, завоевала Скайдриита из Елговы. Ее тыква сорта Кобра покорила сердца публики своей необычной формой и ярким цветом. Соревнование привлекло не только участников, но и множество зрителей, которые увлеченно следили за ходом событий. Атмосферу праздника дополняло угощение. Все желающие могли бесплатно попробовать суп, который является неотъемлемой частью этого ежегодного осеннего торжества.